Поводом к проверке семьи ребенка послужило состояние девочки на момент ее нахождения в районе гаражей, где она решила переночевать, не имея психологической возможности больше находиться дома. Эксперт обнаружил на селе девочки кровоподтеки, из чего стало ясно, что ребенок неоднократно подвергался избиению. Мать ребенка на допросе не стала скрывать того, что примерно дважды в месяц применяла к собственной 8-летней дочери физическую силу. Поводом могла послужить любая незначительная оплошность, проблема в школе, слишком долгая прогулка и даже съеденный без разрешения суп. Ребенок пришла на кухню и попросила суп. Мама начала ее выгонять с кухни, требуя, чтобы она шла делать уроки, вырвала фактически кастрюлю. Но девочка все равно зашла еще раз на кухню, взяла суп, разогрела его себе и села есть. За такое непослушание, как мама оценивала всегда поведение Анюты, женщина стала действовать достаточно жестко, в том числе хватало ребенка за волосы. Также следователи выяснили, что мать не ухаживала за дочкой, не следила за ее внешним видом, не помогала собираться в школу и делать уроки, не уделяла внимания ее досугу. Кроме того, на протяжении всех восьми лет после рождения девочки в их доме постоянно появлялись различные мужчины, что также негативно сказывалось на состоянии ребенка. В итоге уголовное дело было возбуждено за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и жестокое обращение с малолетней. В настоящее время девочка обучается в пятидневном интернате, а опеку над ней взяла ее бабушка. Наш следователь направил ходатайство о выделении Анюты путевки в оздоровительные учреждения на летний период, чтобы она могла побыть с детьми. Она, кстати, очень любит общаться с детьми, любит играть, чтобы поправили здоровье, то есть оздоровительный лагерь с уклоном, который имеет под собой восстановление и реабилитацию психологического состояния.